Сегодня я хочу с вами поговорить о людях, о сетевиках, которые долгое время сидят в своих компаниях без результата, но не меняют компанию, не переходят, хотя очень-очень хотят. Сегодня я говорю именно о тех людях, которые очень хотят сменить компанию, но не меняют. Почему? Потому что они говорят, что у нас самый-самый лучший, самый крутой продукт на свете. О боже, как же я от него откажусь, как же я придам компанию, как я уйду. Вот что делать с этими людьми, что им говорить, как отвечать на такие возражения, давайте вообще обсудим эту ситуацию. Вот я очень часто встречаюсь с людьми, которые мне пишут, Динара, да какая команда, да какая у вас система обучения, ой, как хочется попробовать, ой, как хочется начать, ой, надоело сидеть без результата, а я год без результата, я 5 лет, я 10, я 20 лет без результата. У меня даже есть и такие люди, которые мне пишут, которые сидят 20 лет без результата в компании. Я говорю, хорошо, на, пробуй, регистрируйся, ну попробуй хотя бы, окей. Не понравится, уйдешь, я никого силками не держу. Я такой лидер, который не будет заставлять работать. Хочешь работать, ты работаешь, не хочешь, да возвращайся в свою компанию. Нет, все равно люди начинают отмазываться, ой, а как же, а что обо мне подумают, а что обо мне скажут, ой, я люблю маркетинг, ой, я люблю то-се. Но сегодня я с вами разберу возражения, я же обожаю продукт. Как я могу сменить компанию, я же обожаю продукт. Ребят, вот вам самим не смешно? Я, например, обожаю яйца. Я люблю кушать яйца по утрам, на завтрак. Мои дети обожают яйца кушать по утрам. Но при всем при этом, из-за того, что я люблю яйца, и я знаю, в каком магазине у нас продаются очень хорошие яйца, прям из деревеньки, из-под курочек везут, не какие-нибудь там искусственные. Мне для этого нужно работать в этом магазине, к примеру, подродавцом или уборщицей, чтобы отбивать цену, да, вот у людей логика железная. Я должен там работать, чтобы зарабатывать там деньги, которые я буду тратить на этот самый мой любимый продукт. И только ради этого люди сидят десятилетиями без зарплаты, без результата. Максимум они работают в ноль, то есть сколько они получили, столько отдали на этот свой любимый продукт. Все, все. Ребят, вы в бизнес приходите за деньгами. Я приходила в сетевой маркетинг для того, чтобы получать хорошую зарплату, чтобы жить на нее, чтобы детей своих кормить не только моими любимыми яйцами, но еще и хлебушек покупать, икорку, кефирчик, йогурты, на курсы разные водить. Вот для этого я пришла в сетевой бизнес, потому что я не хотела работать в найме, я понимала, что все, это не мое предел, не получается, не могу, не буду, мне это противно, я хочу жить с детьми, блин, видеть, как они растут. Их на курсы на разные водить и не считать вот эти копейки, сколько я заплачу за бассейн, за английский, не гимнастику уже не потянем. Я сейчас могу потянуть все для своих детей, все, абсолютно, ну в пределах разумного, конечно же. Так вот, возвращаемся к яйцам моим любимым. Для того, чтобы мне покупать мои любимые яйца и кушать их каждый день на завтрак, что я обожаю, я работаю в Siberian Wellness, получаю офигенную зарплату и покупаю в магазине не только яйца, но и молочко, кефир, хлеб и так далее. Я вам просто пример привожу, да, для того, чтобы мне покупать яйца в магазине, там, я не знаю, пятерочка, мне не обязательно работать кассиром в магазине пятерочка. Я могу работать в другом, в другой компании, в другой, в другом магазине, в другой фирме и просто приходить раз в неделю за этими своими любимыми яйцами в пятерочку. Вы со мной согласны? Я думаю, согласны. Также можно сказать по поводу любого продукта. У меня дома очень много продукции из различных сетевых компаний, очень много. И что? Я зарабатываю деньги, я могу себе все, что угодно сейчас позволить. Опять же, в пределах разумного, понимаете? Мне для этого не нужно работать в определенной сетевой компании или в другой какой-то компании. В целом все сетевые – это продуктовка, да? Это продукт. Этот продукт я могу купить в обыкновенном магазине, в пятерочке, в магните, в ленте, в окее, называйте, как хотите. Могу купить в сетевой компании. Но если я иду в определенный магазин за определенным продуктом, я не обязана там работать, в этом магазине, понимаете? Я могу работать где угодно. Строителем могу работать, понимаете? Айтишником могу работать, продавцом могу работать в любой сфере. Учителем могу работать, воспитателем в детском саду могу работать. И покупать мой любимый продукт, который я, к примеру, кушаю, или в который я, к примеру, одеваюсь. Я люблю определенный бренд одежды. Я обязана там работать продавцом? Нет. Я просто зарабатываю деньги там, где они у меня хорошо зарабатываются, там, где у меня получается зарабатывать. Иду и покупаю этот бренд одежды. все. Для этого мне не нужно там работать в этом бренде. Ребятки, алло, очнитесь, вы чего? Ну, то есть, когда я слышу такие отговорки, меня это невероятно веселит. И говорят люди там с детьми в возрасте, умудренных жизнью. Ладно бы со мной общались с каким-то, я не знаю, студентики или только-ж только выпускники школы. Ну, то есть детки. Детки, которые ну вообще как бы не алло. Со мной общаются взрослые люди и такое несут. Я обожаю этот продукт. Как я могу поменять компанию? В смс-ле. А ты не ходишь по магазинам? Ты хлебушек не покупаешь, одежду не покупаешь, детей на разные курсы не водишь. Я не работаю спамом. Мне люди сами пишут. Динара, вау, какая команда, вау, какой маркетинг, вау, какой продукт. Но я не пойду, потому что я стираю белье вот этим вот порошком из компании Икс и я обязан там сидеть. Ребят, вы чего? Вообще? Вы здоровы? Нет? Вы как бы пообщайтесь, посидите с собой. Вас кто зазомбировал? Лидеры ваши? Ну, привет вашим лидерам. Значит, у ваших лидеров нет других методов работы, кроме как зомбировать вас, ваш мозг. Понимаете? У меня в команде есть люди, которые терминируются, которые говорят, ну вот что-то не пошло, но сетевой это не мое, но продукт классный, я его буду покупать. И я вижу в системе, как этот человек, который уже со мной не работает, да, ну то есть в принципе он ушел из сетевого или окей, перешел в другую компанию, он все равно продолжает покупать продукт с Аберин Вэллнесс, потому что он ему понравился, он его устраивает, это выгоднее, дешевле, чем идти в аптеку. Пожалуйста, но при этом человек может работать в другой сетевой и в принципе в любой другой компании. Мой муж меняет работу примерно раз в год. Почему? Ну потому что он вообще человек, который как бы не приедается к одному и тому же месту. Знаете, бывают люди, которые начальник плохой, начальник ужасный, смени компанию. Нет, ну вот я уже выучил, что вот в понедельник у него плохое настроение, во вторник хорошее, в среду можно повышение попросить, а в четверг отпроситься. Я уже это выучил. И какой бы он ни был злодей, мой начальник, я вот из-за этой привычки здесь буду работать. За копейку. Такие люди тоже есть, знаете, вот это сила привычки. Как так можно жить, а? Вы как так живете вообще? Вам что, наплевать на свое будущее, на будущее детей, на родителей? Вы ничего от жизни не хотите. Друзья, вспоминайте, вот когда у вас будет вот эта тема, я не хочу менять компанию, потому что я обожаю продукт. Вспоминайте про мой эфир с яйцами. Для того, чтобы покупать и кушать яйца на завтрак, необязательно работать в магазине продавцом, кассиром и уборщицей. Совершенно необязательно. Если вам нравится эта работа, отлично, супер. Если вы получаете хорошие деньги, можете обеспечивать себя, детей, родителей, ездить в путешествия минимум 2 раза в год, на машине на ногой катаетесь, супер. Я очень за вас рада. Это отлично, хорошо. Вы в мою сторону даже не посмотрите. Вы не будете листать мои сторис, смотреть мои рилс и, да, там выглядывать, высматривать мои прямые эфиры. Если у вас все прекрасно и замечательно, я вас поздравляю, отлично, я очень за вас рада. Ну, кто листает мои сторис постоянно и думает, пойти не пойти, пойти не пойти. Ну, мне это немножечко смешно. Ребят, очнитесь, очнитесь. Я знаю людей, которые, к примеру, работают в сетевых компаниях в маленьких городках. Я уже не раз проводила прямые эфиры на тему, что люди приходят в сетевой за общением. Опять же, у меня к этим людей тоже вопросов нет. Эти люди пришли за общением, им деньги не нужны. То есть есть категория, которые приходят в сетевой не за деньгами. Они просто приходят пообщаться, по-трендить, посидеть в общем чатике, посмеяться. Но, ребят, есть такой момент. Я тоже была в свое время, моя первая сетевая компания по большей части меня устраивала из-за общения. То есть я была беременная, подступал второй декрет, мне не хватало общения, у меня очень много любимых моих подруг уехало за границу, у меня была прям нехватка, дефицит общения, и мне вот нужен был какой-то коллектив. Я никуда не могла пойти там, ни на танцы, ни на пение, ни на кружок по фото, но что-то как-то не догадывалась я вот пойти на кружок по фото, да? Я пошла в сетевую компанию. И мне очень нравилось, что мы там встречались, общались, пили чаек, я выезжала в центр Москвы, я где-то гуляла, да? То есть мне нравилась движуха. И я понимала, что в этой компании я точно ни черта не заработаю, но мне нравилось вот это вот общение, и других предложений мне не поступало. Но в один прекрасный момент мне лидер начала говорить, купи на 10 тысяч, купи на 20 тысяч, нет, ты обязана покупать на 30 тысяч. Потому что ты приходишь в раз в неделю в мой офис и пьешь чай, который сама же принесла, ешь тортик, который сама же принесла. Ты обязана покупать на 30 тысяч в месяц. И в один прекрасный момент я сказала, я тут пришла чай пить не для того, чтобы ежемесячные взносы вот эти делать. Притом, что я делала ЛТО стабильно, раз в месяц я делала свое ЛТО. При всем при этом, да, человеку хватило наглости заявлять, нет, ЛТО недостаточно. Я тебя не буду ничему учить, я тебе не дам никаких методик, работай спамом, подходи к людям на улице, впаривай им каталог и покупай на 30 тысяч в месяц. До свидания, я найду другую компанию, найду другие посиделки, другой хороший чатик. И нашла. Можно сказать, в тот же день нашла. Незаменимого ничего нет. Плюс, знаете, люди, у которых зашорены глазки, люди, которые считают, что вот только здесь, к примеру, вот только этот продукт самый лучший, вы просто другого продукта не пробовали. У меня тоже такое было. То есть первая моя компания была косметическая. И мне настолько, извините за выражение, засрали мозг, что только эта косметика самая лучшая, гипоаллергенная, самая крутая, только она делает тебя женщиной. И когда я пошла в соседний подъезд в Москве, а у нас в Москве тушь можно купить в любом подъезде, ребят, да, то есть я знаю городки, маленькие поселки, деревеньки, где с магазинами, ну, какая беда-беда. Окей, окей. У меня спальный район Москвы, новый, где тоже с магазинами не очень хорошо. И то я могу выйти и купить тушь в любом подъезде. Мне не нужен для этого консультант, мне не нужно куда-то для этого регистрироваться, ждать доставку несколько дней. Я пошла и купила. Да, Айзер, да. Ты в теме, ты в теме. Да, купи на 30 тысяч, получи бриллиантовую звезду, купленную на китайском рынке за 2 рубля, а тебе говорят, что она стоит 100 тысяч долларов. Представляешь? Ты купишь за 30 тысяч продукт, а получишь бриллиантовую звезду за 100 тысяч долларов. Это выгодное вложение, подумай об этом. А этой китайской звезде 2 рубля, красная цена в базарный день. Ага. До свидания, ребятули. Вы лучше людей работать, научитесь по-человечески. Ага. Продолжаю про тушь. Так вот, я могу выйти и купить эту тушь. Так вот, я когда вышла и купила эту тушь, я поняла, что, блин, а что они мне говорили, что вот кроме этой туши я ничем не смогу пользоваться? Вот я купила в соседнем подъезде за 2 рубля с нормальным составом. Глаза не слипаются, не гноятся. Нормальная тушь. Это что же меня обманывали, получается? И так с другим продуктом. То есть, ребят, вы когда говорите, что вы только этот продукт, только этот, вы другого не пробовали. Вы просто другого не пробовали. Вы попробуйте другое. Я когда пришла в Siberian Wellness, мне никто не говорил, что этот продукт крутой, это самый лучший продукт, только его надо покупать. Я просто попробовала один продукт, о, а это круче, чем в аптеке. Попробовала другой продукт, о, и это тоже круче, чем в аптеке. Попробовала третий, и это круче, чем в аптеке. Я сама своим экспериментальным опытом поняла, что этот продукт круче, чем в аптеке. Все. Мне никто эту идею не навязывал. Я посмотрела видео с объяснениями специалистов, для чего этот продукт, для чего этот продукт. Но эти специалисты не говорят в экран, если ты купишь вот это вот там в аптеке, ты будешь прокляна, ты будешь гореть в аду. Они просто объясняют состав. Для чего это нужно, для чего, для чего это. Хочешь бери, не хочешь не бери. Это твое право. Хочешь сравнивай с другими фирмами. Я сравнила. Я поняла, что это лучше. Так я еще тут и зарабатывать начала. Тут еще мне методы работы адекватные дали. Тут меня не заставляют делать взносы за, я не знаю, раз в неделю распитие чая в магазине, не знаю, там, за встречу. Никаких членских взносов я не сдаю здесь. Меня никто не заставляет покупать на 30 тысяч рублей для того, чтобы общаться в чате. Понимаете? Прям вау, гнечка информацию в чате некоторые лидеры дают. Для этого надо обязательно продукт на 30 тысяч брать и складировать его в шкафы. Понимаете? Вот и все. Вот то есть я вообще поражаюсь этому зомбежу. Просто капитальный зомбеж в сетевой индустрии. Ребята, очнитесь. У вас семьи, у вас дети, у вас работа, у вас высшее образование. У некоторых два, у некоторых три. И вы ходите вот в этом зомбеже. У меня самый лучший продукт. Я сижу с дыркой от бублика в кармане. Я ни хрена не зарабатываю. Лидер меня посылает работать спамом на улицу, приставать к людям, но я никуда не пойду. Потому что тут самый крутой продукт. Ну, смешно. Короче, друзья, будьте поадекватнее, если вы действительно не зарабатываете, если вы действительно ищете вариант. То есть, если вам комфортно в ваших компаниях, это прекрасно, хорошо. На свете очень много сетевых компаний, которые я уважаю. Некоторые лидеры зомбируют своих новичков, да. Но в целом компании все сетевые хорошие. В любой компании можно достигнуть успеха. Это так же, как работа в найме. На любую работу пойди, ты на любой работе будешь зарабатывать деньги. Вопрос, какие, да, маленькие, большие, средние. И вопрос времени, трудозатраты, вопрос затраты твоей энергии. Вот и все. Работать можно везде. Деньги зарабатывать можно везде. Да, в любой, на любой фирме, в любой сетевой компании. Везде. Вопрос времени и энергозатрат. Вопрос методов работы. Вопрос коллектива. Отношения лидера, отношения людей в этом коллективе. Все, ребятки. Зарабатывать можно везде. Если вы целеустремленный человек, если вы хотите результата, если вы готовы действовать, если вы готовы работать, если не готовы приподнимать пятую точку, Ну извините, вы можете метаться по всем компаниям мира и ничего не получать. Я еще раз говорю, у меня тоже каждый месяц терминируются люди из команды. А некоторые люди стучатся и говорят, Динара, я работаю в такой плохой команде, ну возьми меня к себе. Обычно эти люди-халявщики, они просто ищут волшебную кнопочку. Я волшебную кнопку не даю, ребят. В моей команде нужно работать, так же, как и везде. То есть, если ты будешь работать, ты будешь получать, не будешь работать, ничего не будешь получать. Да, вопрос методов. Так вот, обращаюсь сейчас к другим сетевикам, которые реально хотят поменять компанию, у которых все хорошо. Ребят, я за вас рада. Вы молодцы, огонь, пожар, вы добились успеха, вы умнички. Но я обращаюсь к людям, которые следят за моей страницей и чего-то боятся. Боятся осуждения бывшего лидера. Кто он вам вообще? Кто он вам вообще? Вы должны бояться осуждения троих, четверых, максимум пятерых человек. Каких? Это своего мужа, своих детей. Мне важно, что обо мне думают муж и мои дети. Все. Все. С остальными я очень хорошо общаюсь, дружу. Я считаю себя хорошим человеком. Наверное. Но в целом мне на окружающее мнение глубоко на слева насрать, справа насрать. Хорошо перед боем ружьем помахать. Понимаете? И вам также должно быть, друзья. Что обо мне подумает лидер? Кто он вам? Мама, папа, брат, сестра. Вы с ним встречаетесь, общаетесь? Да если даже встречались и общались. У меня есть муж, у меня есть дети. Все. Что только их мнение мне глубоко важно. Все. Далее. Нисколько. Но у нас самый хороший маркетинг. Ты уже сколько в компании сидишь? Три года. Сколько заработал? Нисколько. Но у нас самый хороший маркетинг. Блин. Ребят, вы чего? Да, я сегодня эмоционирую. Меня пробрало. Потому что я говорю, очень с большим количеством людей общаюсь. Меня эти люди веселят. Очень сильно веселят. Вот. Друзья. Значит, еще раз. Обращение к тем, кто следит за моей страничкой, кто листает stories, кто боится. Ребят, бояться глупо. Запишите себе. Бояться глупо. Вы ничего не достигнете, если будете бояться. На коньках не научитесь кататься, если будете бояться одеть коньки. На лыжах не научитесь кататься, если будете на лыжах бояться встать. Петь не научитесь, если будете бояться пойти в кружок по пению. Не научитесь на фортепиано играть, если не пойдете в школу по игре на фортепиано. Если будете бояться пробовать, бояться куда-то, чего-то идти. Вот. Во-во, я тоже так считаю. Плевать на всех. Меня никто не накормит и за квартиру не заплатит. Да? Лидер, что ли, за вашу квартиру будет платить? Лидер вам ваши любимые яйца с хлебом будет покупать? Нет. Вас лидер в любой момент может послать и сказать, иди ты на. Ты мне не нужна. У меня вон огромная команда. Место вакантно. Незаменимых нет. Алло-малло. А вы тут трясетесь из-за того, что там лидер о вас подумает. Да он забудет о вас на следующий день. Вы когда уйдете из компании, лидер о вас забудет на следующий день. А вам серьезно? Все, друзья мои. Всех люблю, целую. Хватит бояться. Это ваша жизнь. Она у вас одна. Кто верит? Перерождение. Да, душ. Но, ребят, это, извините, еще вопрос. Да, переродимся мы, не переродимся. Даже если мы переродимся, мы наши прошлые жизни не помним с вами. Надеяться на это не очень хорошо. Не советую вам на это надеяться, на перерождение. Вы свою прошлую жизнь все равно не вспомните. Мы живем здесь и сейчас. У нас одна жизнь. Вот ваши дети. Вот ваша семья. Вам сейчас нужно покупать себе одежду, платить за квартиру, улучшать жилищные условия, путешествовать, развиваться, ездить на хорошие машины, а не как селедка в бочке, в автобусе. Автобусы тоже хорошо. Я вот иногда детей на этих автобусах катаю. Они меня прям просят. Мам, давай на автобусе проедемся. Давайте. Тогда нету пробок, когда автобус относительно пустой, мы с ними катаемся на автобусе. Для детей это развлечение. Но не когда ты едешь в 7 утра вот в душной Москве, как селедка в бочке, не знаешь, что зимой на себя одеть. То ли шубу, то ли куртку. Потому что в метро заходишь, ты просто вот так вот едешь. Снять куртку эту тоже невозможно, потому что тебя зажали, перезажали. Приезжаешь на работу, с утра ты, блин, красилась, смазалась, а с тебя все течет, вся вот эта вот краска. Потому что ты проехался по этому душному метро. Опять же, все работы хороши, выбирай на вкус. Но я поняла, что вот я не хочу в это возвращаться. Это не мое. Я не побоялась сменить 4 компании. Потому что я работаю на себя, я хочу свою жизнь улучшать. А не думать о том, что подумает мой лидер. Плевала я на него. 4 компании я сменила. В 3 компаниях я была 0, 0. Я вообще ничего не зарабатывала. Мой чек в предыдущей компании, когда у меня было... Вот, ребят, про статистику и аналитику. Кстати говоря, кто не смотрел моих 2 последних видео на YouTube, бегом смотреть. Про статистику и аналитику. Почему она важна? В предыдущей компании у меня на пике было 300 человек в команде. 300. Мало того, что в команде, они у меня прям в рабочем чате сидели, эти 300 человек. В Siberian Wellness ты с таким количеством людей можешь быть на квалификации бизнес-профи, получать стабильную зарплату 60-70 тысяч и кататься на машине со снежиночкой красивой. В предыдущей своей компании у меня было 300 человек в команде, и я зарабатывала 4 тысячи рублей. Для чего нужна аналитика и статистика? Все, у меня сын пришел со школы, пошла его встречать, потому что его не возит лифт большой. Всех люблю, целую, а он сейчас начнет нервничать. Все, ну а, друзья, надеюсь, эфир был полезен, да, пробрал он всех. Все, всех люблю, спасибо за поддержку, пишите комментарии, как вам. Субтитры сделал DimaTorzok